Сегодня у нас 12 августа, вот маточка у нас работает, она копается и копается 80 лет. Всем примером пример. Что значит земля здесь? Мы ездили, представление о России то мы имеем. Если мы от Владивостока на Охотке проехали всю Россию до западной границы до Лиссабона и за границей и везде. Вот такой вот чтобы никакой культуры то как называют культурой нету, ни удобрения ничего нету и все прет. Я просто не видел нигде. Там Армения уже не говорю, там в Австрии. Они все время там землехимию толкают, давят и смотришь собрали накрутили сток сенок, круг этот. Здесь ничего нету, ни грамма не добавляется прямо. Вот вышел, вчера мне надо было тут дорожку положить. Ну я взял лопату, копнул. Вот смотри, это хрен. Вот это вот кто разбирается понимает, что это хрен. Вот хрен какой. Моя ладонь и он хрен-то занимает. Как показать то ее? А то я обрубил ее внутрь, она мне не нужна. Второй тут рядом растет его тоже. Это хрен корень. С рукой сравни рядом, ни дальше, не больше. Сейчас подходит Надежда Васильевна и говорит, тут навоз очень ценный. Дайте мне для удобрения. А где ты нашла? Да где в ограде? Ахаса вон, посмотри. Вот это вот ограда, вот так вот. Это Павел, брат мой жил. У него было, кажется, две лошади держал их, потом коровы, овечки. И это все перемешано, а вот этот слой, он буквально дышит под ногами, как перина. Я только сейчас понял, это же вообще находка. Пожалуйста. Это на какой слой тут? Ну не два сантиметра. И вот где облепиха, в куст растет, и туда дальше. И вот эта под крышкой, там крышка-то сена была. А вот это вот, все это коровник у него был, выгул здесь. И там сколько. Люди за навоз как платят? Да какой навоз-то неизвестно. Здесь определенно, четко. Земля, воистину текущая молоком и медом. И вот я по интернету смотрю, живут люди. Купаться пошли, крокодил откусил ногу. Так это, где крокодил-то? Ты посмотри по карте, купаться-то опасно. В другом месте там разные анаконды, змеи, какие-то пауки ядовитые. У нас ничего этого нету совершенно. Считаешь, Сибирь, энцефалит. У нас нет энцефалитного клеща ни одного. Просто нету. Они хвойные лезли здесь. Комары. Комаров много, малярийного ни одного никто не слышал и не видел. Вот земля как будто бы кем-то освобожденная и очищенная. Ну, яблоки, конечно, они крупные. Вон они, видно. И облепиха, это сибирская красавица. Да, институт Лисавенко вывел более крупную, но у нас в лесу растет это. Яблоки прямо бывают такие, там нынче на разъезде, там мужик говорил, тут было, говорит, крупные яблоки. Никто их не прививал, ничего. И облепиха, дикие кусты. Тут, правда, садили, я не знаю, это оккультуренные или нет. Вот сказать именно о земле, о ее богатстве. Мы здесь сколько, один год были в лагере, накопали 1400 ведер картошки. Картошка, картошки разница, конечно. Когда еще не начинали строить, потеряя кого-то, восстанавливать, мы приехали. Вот, картофелины были. Мама приехала, она взяла две картофелины вот так под бока и пошла. Вот как батоны какие-то. Вот такая вот картофелина, притом гладкая. Сейчас я у нас таких картошек даже не вижу. Пчелы, люди как-то какие-то селекции что-то делают. Здесь ничего нету. Интересно, Игорь Барабаш, мы говорим, клен упал. Упал, значит, нам распилить на дрова в лагере. Он привез. Привез, мы его оставили. Проходит время, ребятишки пилят. Распилили. Я говорю, что они жуются ходят-то. А там сотовый мед. Они там, наверное, мы тазик вот такой вот, полный, наверное, наклали. Но я говорю, давайте так, по порядку. Кто пилил, кто нашел, ну, в первую очередь. Вот дождик уже начался, видишь как. Она подожди ходит-то. А укрыта только одна голова. А основное нищетово. Игорь Барабашов, который волоком притащил клен старый, вот это, он даже и не видал это дупло. А там пчелы, они жалуются, ребятишки. Пчелы какие-то летают. Ну, пчелы кого-то ужалили. Ну, набрали-то практически целый тазик. Вот все, никто не, просто случайно, а сколько такого в лесу у нас находится, мы которые знаем. Я беру только то, что уже совсем коров тут никто не выводит. Сена хватает, говорят, сейчас хоть заглонись. Вот такая трава в грудь. Вода, у нас колодца вода, я могу дать на исследование в любой лаборатории найдут, что, ну, брали у нас Корчино, Мамонтово лагерь, то выше районных, среднерайонных, намного выше. Почему, не знаю. Она мягкая какая-то. Там какие, может быть, даже снивку, и вкус нет. Просто она как, ее пьешь, как будто в жаркий день прохладный ветер дует. Матушка-то закутывалась. Запутывалась. Вот она, она еще мотает на голову. Тело, спина-то свободная. Она этот делает, мусульманский этот. Да. Хиджаб. Да. Колодец копаем на глубину какой-то, 4 метра. 4, больше-то нету. И колодец есть. У нас один приехал, тут начал копать, нанял машину, тут приехали. Бур. Метров на 80, наверное, ушел. Все оборвалось, засохло, ничего нет. К нам же и приходят. И берут. То есть, вот если по простоте жить, а какой материал лучший для колодца идет? Осина. У нас осины полно. Почему, тоже не знаю. Она слабое такое, мягкое дерево. Но когда его высушишь, она как кость. Гвоздь не забьешь в нее. И вот из деревьев, которые у нас встречаются, все сгнили, а она все целая. Из нее бревешки делали, как сруб. И подводили. Сруб делали. Опускали. Это я говорю для прославления Господа, какую Он дал нам землю. Я мысленно так представляю, когда первые люди потеряевы приехали. У тебя крыша твоя дырявая. Видишь? Такой рубероид. Рубероид плохой, конечно. Старый рубероид. Как они искали вот эти лага, как перегораживали, какие строили плотины. Сейчас еще бульдозер. Все вручную. Как они отгоражили по скотину. Километры, километры. Копать по прямой линии. Прямые-прямые канавы. По скотину. Некоторые канавы сохранились. Копали их. Ну, если 30-е годы, это 87 лет. 90 лет уже почти назад. Это 30-е годы, когда землю дали. А может, дальше больше стадок. За это время-то как они заросли? Около батюшки. Там не заросли. Я зашел вот такой глубины. Вот. Погружек. Больше метра. По сегодняшний день. Канава. Видимо, канавы делать. А потом жерсть. А через канаву лошадь и жерсть не прыгнет. Рядом может. А тут, видно, я так думаю. Поэтому, да и так, межу уже не перенесешь. Потому что выкопано. Старались, надрывались. И вдруг, бац, все отнято. А почему вот так думаешь? Да потому что о боге-то меньше всего заботились. Отец рассказывает. И гуляли, и пили, и все было. Вот. Вот под дождем, под маленьким. Стоим сейчас мы в Сибири, Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Здесь пойдешь в лес и малины находишь. Тогда такие прям плантации были. Смородины наберешь. Ну, у нас тут клубника, костяника. Какие встречаются. Ну, тут рябина. ее даже за съедобную никто не считал. А ее полно везде. А из нее тоже что-то готовят. А возьмем шарчины и другой космолинский бор. Два ленточных бор, а их всего пять в мире. Шириной в среднем десять километров и идет почти пятьсот километров. Как обрезанные края. Лесхозы берут и пожары и просеки и все стоит каким-то образом удерживается. Сбалансировано. То есть все это откатывается, а лес так и остается. Мы живем в чудесном месте. Все есть. У нас тут нету сосны, а вот клен разный. Итак, смотри, сколько мы наворочили. И сваи делали, столбы вот вокруг стоят. Это все из нашего леса. Тополь, тут могучие тополя. Из него в начале первый год увозили туда в сутунки-то и там на лесопилки пилили, привозили. Осина, береза. Береза вообще-то все угодно. Из нее и деготь гонят. Вот так. Благословен Господь, который позволил нам родиться и возвратиться на это место. Люди, которые этого богатства не знают и не понимают, я еще могу сказать. Только пожалеть о пчелах как тут водятся. Моя мама Шерстобитова и Ксении они были две пасеки тут были колхозные. Я помню осенью затаскивали пчел там в несколько этажей ставили омшанники подвалы. Огромные подвалы. Свой мед был в колхозе. Как они распоряжались не знаю, но я думаю где-то взятку давали там пробивали. Вот здесь у нас было две только конных фермы. Коровья табун, телятник, овечки огромные гурты, колхозные не считаю у людей. Свинарника сколько было, не знаю, птицеферм сейчас не знаю, пасеки две было. Это вот маленькая деревушка, ну совсем маленькая, там 260 человек с детьми было. И вот столько всего было. Я не знаю, что у нас тут еще было. Сами делали. и от этого места ничего не осталось. Грешили, Бога не знали. Кажется, мельница была, кузница. Это то, что уже видимо в каждом месте было. Бог мил. Сейчас уже следа не осталось. Малаканка. Отец у нас зимой объездчиком работал. Смотрели за лесом. Даже пень, если от него отросток был, уже трогать нельзя. А сучки пилить можно было. И были такие, которые дверю общипят сучки, это дрова. Закон разрешал. Почему, не знаю. А другие сучки, они как деревья. А былинку срубить нельзя. Вот так. Благословляю это место. Молюсь. Где бы я ни был, всегда сравниваю. Ну, где вода, какая. народ приветливый. Кто бы не приехал, глядишь, уже тут рыбу Кадникова, Буканка привозили. Что они привозили? На обмен. А у нас что? Мясо, яйца, куриц много держали, гуси, утки. я не знаю, куриц в то время держали, нет. Потом начали восстанавливаться, тогда держали. И такую землю разорили, покинули, уехали. Даже некоторые это знают, приезжают, что потеряевка восстанавливается, а назад уже никто. Все там приросли, все боятся, с нуля начать. А наши люди, которые приехали, они укрепленные Господом. Первым делом храм. Все есть абсолютно. Все даже из местных плодов и арбузы, и дыни, и виноград у нас вырастает, и яблоки. Чтобы одновременно все было и сибирское, и от южных. Не знаю, видимо, погода изменилась. Раньше винограда тут не было. А арбузы были всегда. Дыни, огурцы, помидоры, благословенная земля. Еще пойду я готовиться сегодня к богослужению. На славу Божию. Слава Христу.